МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три семьи и семь детей поставлены на учет. Бои под открытым небом. В Бийске прошли матчевые встречи по боксу среди взрослых спортсменов. Картины, танки, самолеты, выставка контрастов. Ратная история России работает в Наукограде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начнем. Меры безопасности в образовательных учреждениях после трагедии в Казанской школе будут усилены по всей стране. В том числе максимальный контроль вводят и в Бийске. О том, что поменяется, узнал мой коллега Евгений Плохотин. Сегодня он пообщался с начальником управления образования Еленой Вербицкас. Елена Викторовна, после того, как 11 мая в Казанской школе произошла трагедия, в Бийске будут усилены меры безопасности? Конечно, потому что мы очень потрясены этим событием. Мы, честно говоря, мы не готовы, потому что всегда думали, что это где-то там, за рубежом, а нас это не коснется. Теперь, естественно, конечно, мы будем пересматривать многие свои нормативные документы, потому что, как вести именно в этой ситуации, мы пока не знаем, поэтому надо и обучать и педагогов, и родителей, и обучающихся. На сегодняшний день нам присланы методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации, где более подробно план действий описан, что нам нужно делать, и мы приступаем к этому. Ну, а на сегодняшний момент, сегодня и сейчас, это, конечно, пропускной режим. Мы проговорили со всеми образовательными организациями, что ограничить доступ посторонних вообще, в принципе, и родители, я думаю, на это пойдут и поймут нас, постараемся... Потому что, в первую очередь, это безопасность их детей. Да, постараемся, как вот в английских школах есть такой принцип действия, детей всех запустили, закрылись изнутри, и это безопасно и для сотрудников, и для учащихся школы. С родителями можно встречаться, договариваясь заранее с классным руководителем, в какое время, можно вечернее и так далее, можно по телефону, думаю, проблемы можно порешать. Но время пока у нас мало здесь до конца, нам надо мобилизоваться, все силы на это направить, отработать. Ну, а в дальнейшем алгоритм будем вырабатывать поведение в этой ситуации. Очень жаль, еще раз говорю, что у нас такое случилось. То есть, возможно, с 1 сентября что-то изменится в плане безопасности? Я думаю, что да, за это время, я думаю, что это придет, и дополнительно еще какое-то разъяснение. Но вот судя по тому, что мы понимаем, что очень хорошо, что в Казани речевое оповещение сработало, и я думаю, это для школ самая такая вещь серьезная, такая радиофикация школ, когда одномоментно каждый класс услышит ту информацию, которую необходимо донести. Не то, что там вот условия пожара, как у нас есть, речевое, а когда можно говорить, что за ситуация, как вести себя. То есть на это время, как говорится, можно выкроить. Вот как вести себя в такой ситуации? Кто должен и где рассказывать? Это какой-то предмет, может быть, ОБЖ или нет? Я думаю, что на уроках ОБЖ это тоже будет рассматриваться. Это, конечно, и классные часы, это и родительские собрания, потому что это тема разговора очень серьезная, и на эту тему надо говорить, объяснять, разговаривать. Это большая работа психологов, это большая работа, опять же, классных руководителей по соцсетям, потому что данный ученик, он не просто, он публикацию в сетях проводил, это люди видели, но как всегда у нас, ну, не обращаемого внимания, ну, вроде бы шутит, вроде бы нет, но вот еще раз говорим, что, к сожалению, соцсетям нужно серьезное внимание уделять. Чудовищный поступок потряс всю страну. Сегодня мы спросили у горожан, что нужно сделать, чтобы в наших школах дети были в безопасности. Сидел бы какой-нибудь молодой специализированная охрана, а сидит дедушка. Ну, что он охранник? Только так родителей не пускать. Без масок и все, больше черт. У нас есть специальные органы, они должны контролировать и следить. Все, а не сидеть у себя, как говорится. Насколько я понимаю, этот подросток достаточно молод, недавно вышел из школы, поэтому, ну, что-то где-то упустили, школа, родители, общество. Если она охрана есть, она просто сидит и ничего не делает. Либо можно сказать, что ты чей-то родитель, и спокойно пропускают. Единственная мере температуру, потому что у нас, видать, коронавирус важнее, чем безопасность детей. Численность большая, а Росгвардии. Можно на каждую школу там по три, по четыре человека внедрить, и будет все безопасно. Вот просто быть повнимательнее, ответственнее. Охранникам-то не сидеть там, а смотреть, кто с чем и зачем прошел. Как говорится, в Казани там не могли, да, уследить. А что говорить о Бийске? Здесь вообще, наверное, полный беспредел. Ни камер, ни видеонаблюдения нет. Просто нужно все это тщательно проверять. Пожилые люди сидят, никакого пропускного пункта нет. Любой человек может просто зайти положить бомбу. Вот, даже не знаю. Меня закипает по этому поводу, то, что это просто безалаберное отношение к безопасности детей. Просто это ужасно. Большинство говорят об усилении охраны. Хотя по факту, если человек целенаправленно готовил преступление, то он совершил бы его при любых обстоятельствах. Проблема кроется в другом. Психологи утверждают, что родителям нужно больше времени уделять детям. При ненадлежащем воспитании и условии проживания ребенка могут забрать из семьи. В Бийске подвели итоги операции «Малыш». В ходе проводимых рейдов инспекторы проверяли условия проживания, насколько в доме чисто и прибрано, есть ли в холодильнике продукты питания. Также полицейские обращали внимание на внешний вид детей и взрослых. Как правило, комиссия посещала семьи, которые находятся в так называемой зоне риска. Всего за время проведения рейда комиссия посетила 118 семей. Три семьи и семь детей поставлены на учет. Составлено 9 протоколов об административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Вы смотрите информационную программу «Будни» и вот о чем мы расскажем дальше. Бои под открытым небом. В Бийске прошли матчевые встречи по боксу среди взрослых спортсменов. Картины, танки, самолеты, выставка контрастов. Вратная история России работает в Наукограде. Спешите выгодно купить! Огромный выбор ветровок и курток по оптовым ценам. В Ермаке. Митрофаново, 35, остановка «Вокзал». Очередное преступление на кладбище. На этот раз на новом. С одной из могилок пропало металлическое ограждение. Потерпевшие уже написали заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка. Бийчане последний раз на Северном кладбище были в октябре прошлого года. И металлическое ограждение было на месте. Не исключено, что пропавшую оградку кто-то мог перенести на другое место. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр. Но пока виновного не нашли. Выставка контрастов. В Бийске продолжает работать экспозиция «Ратная история России». Она посвящена военным событиям, происходившим в нашей стране. Все желающие смогут увидеть не только картины художников, но и модели танков, авиации, а также средневековое снаряжение рыцарей. История России – это история мужества защитников Отечества. В выставочном зале Бийска об этом не забывают. А потому в преддверии Дня Победы здесь приняли решение открыть многоплановую интересную экспозицию. Она связана с темой военного времени нашей страны. На протяжении всей истории были захватчики-агрессоры, которые пытались захватить нашу территорию, подавить наш народ, но всегда наталкивались на огромное сопротивление, когда во имя дела, во имя Родины жертвовали жизнью. И вот наша задача – помнить об этом, передавать из поколения в поколение и популяризировать тему мужества наших воинов. Условно выставка разделена на три экспозиционных зала. Первый включает в себя живописные графические произведения из фондов Бийского краеведческого музея. Здесь представлены плакаты и картины художников, отражающие тему Великой Отечественной войны. Во втором зале свои работы показывает Клуб исторической реконструкции «Або». Здесь за основу визита тема Средневековья. Можно увидеть одежду XVIII века, боевое снаряжение, а также предметы быта, связанные с европейской частью России и Европы. Все предметы, которые у нас и есть в коллекции нашего клуба, они создаются руками самих участников клуба. Мы занимаемся глубоким исследованием культуры и, соответственно, по старинным чертежам, по каким-то археологическим находкам, раскопкам, пытаемся это все восстановить. Переводим очень много литературы. В третьем зале можно посмотреть на модели военной техники в миниатюре. Здесь клуб стендового моделизма «Броня-22» разместил фигурки фэнтези из разных комиксов и игр. Но самое большее внимание привлекает коллекция бронетехники и авиации. А это около ста танков и порядка 50 самолетов. Есть военно-историческая миниатюра эпохи викингов, Руси и монгольских племен. Те, кто приходят на выставку, конечно, им интересны модели. Бывают случаи, когда интересна какая-то конкретная модель. Допустим, спрашивают, а где у вас есть «Катюша»? Показываешь машину, вот у меня дед на такой воевал. Есть люди, которые не так давно окончили, сравнительно недавно, службу в армии, их интересует танк, на котором они служили. Кого-то интересуют легендарные танки, такие как Т-34КВ. Детей больше интересуют, конечно, танки из компьютерных игр. Выставка получилась контрастной, но тем интереснее. В любом случае она стоит того, чтобы на нее обратили внимание. Посмотреть экспонаты можно вплоть до 30 мая. Алена Кисеева, Андрей Сигаев, Будни. Примут игрушки, книги, вещи. Бичане смогут стать участниками марафона «Добра». Эта благотворительная акция направлена на оказание помощи нуждающимся семьям из деревень. Марафон «Добра» проводит Алтайская региональная молодежная общественная организация «Покров» при поддержке Московской Патриархии и Русской Православной Церкви. За семь месяцев организаторы должны объехать семь деревень для того, чтобы помочь нуждающимся семьям. В основном выезды проходят в удаленные от Бийска райцентры. Туда привозят примерно по 60 продуктовых наборов и столько же наборов со средствами гигиены. Раздают необходимые вещи. Кроме того, организаторы акции совместно с волонтерами проводят концерт. А после него для детей устраивают различные творческие мастер-классы. Также семьи могут получить духовную и психологическую поддержку, а также юридическую помощь. Добавим, что пока акцию удалось провести только в Смоленском районе. Следующий выезд будет 30 мая в Зональный район. В печани, если у кого-то есть лишние игрушки, книжки, приносите, пожалуйста. Мы найдем им применение. Ну, в хорошем, конечно, состоянии. Не совсем как-то уже проще выбросить. Еще на мальчишек очень много спрашивают. Есть потребность в подростковой мальчишеской одежде. Потому что мальчики быстро все изнашивают. И одежду, и обувь. И как оказалось, что на девочек у нас еще что-то есть, а вот на мальчиков уже сложно. Поэтому будем рады. А теперь о новостях спорта. Бои под открытым небом. В Биске прошли матчевые встречи по боксу среди взрослых спортсменов. Посмотреть на жаркие поединки пришли несколько сотен человек. О том, в чью пользу завершился главный бой вечера. И кто из российских чемпионов провел мастер-класс для юных боксеров. Расскажем далее в сюжете. Прямой, боковой и снизу. На ринг вышли 20 взрослых спортсменов. Задача не только проявить себя и стать победителем. Но и показать подрастающему поколению, что бокс – красивый и перспективный вид спорта. Именно со спортом связано воспитание спортсменов, воспитание мужества. Именно юниоры вырастают в мужчин, которые защищают нашу честь и достоинство – защитники Отечества. Запомните, мои друзья маленькие, бокс – это искусство защиты. Есть три вида защиты. Это ноги, это корпус, это руки. Одно из важных событий праздника бокса – мастер-класс от чемпиона мира среди профессионалов Евгения Шведенко. Он показал юным спортсменам технику бокса, как правильно нужно двигаться и выполнять серии ударов. Примерно еще лет 10-15 назад это была редкость. И если бы к нам кто-то приезжал, это было действительно большое событие. И собиралось очень много народа. И, можно сказать, мы потом записывали бы всю тренировку. Надеюсь, что и сейчас молодежь отнесется к этому тоже так же. Потому что не каждый день к ним приезжают спортсмены и делятся своим опытом. Чтобы, в принципе, этот опыт потом помогал им в победах. Мастер-классы от известных боксеров, проведение матчевых поединков – все это делается для развития бокса в нашем городе. В этом заинтересованы в том числе и успешные спортсмены, которые верят, что биийскому боксу можно вернуть былую славу. Развиваем федерацию бокса в городе Бийске. Помогаем боксерским залам. И в планах сделать хорошие турниры международные в городе Бийске и открытие новых боксерских залов. У нас хорошая поддержка. Нас поддерживает администрация, нас поддерживает Бийск, нас поддерживает Алтайский край. Поэтому все в наших руках. А этого поединка все ждали с нетерпением. В главном и самом зрелищном бою вечера на ринг вышли тяжеловесы. Никита Филипский и Артур Атаев. Спортсмены долго и упорно готовились к поединку. Это было противостояние не только боксеров, но и их наставников, чья стратегия окажется более результативной. Каждый бой, конечно, это какой-то опыт приходит. И после первого боя мы сделали выводы. У нас сейчас большие планы. Поэтому мы готовы под любого, для любого противника выйти. Против любого противника. Поэтому нам вообще разница. Будут Курманаев, Иванов, Петров. Поэтому мы готовы боксировать и на более высоких соревнованиях. По итогу финального боя прогноз Олега Ромахина не сбылся. Спортсмены продержались все три раунда. И его подопечный Никита Филипский уступил Артуру Атаеву единогласным решением судей. Хотя в первом раунде Филипский имел преимущество, но не сумел его сохранить. Я как бы увидел в своем сопернике, что он устал. То есть задышал, начал застаиваться. Здесь я подумал, надо работать. Просто я слишком много пахал в зале. И я думаю, я заслужил эту победу. Все участники матчевых встреч, посвященных 76-й годовщине победы, получили заслуженные награды и памятные призы. А завершился праздник бокса возложением венков и гирлянд к мемориалу славы воинам-бийчанам. Тем самым бийские боксеры отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. И еще раз напомнили подрастающему поколению, что очень важно помнить наших героев. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни. И настало время рассказать о погоде. Итак, завтра, 13 мая, в Бийске будет переменная облачность. Ветер юго-западный, слабый, сменяющийся западным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха в течение дня будет меняться. Магнитосфера возбужденная. Ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19 градусов. Что ж, это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо! Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова